Некоторые люди возомнили из себя судей, начинают судить людей. И начинают ставить себя выше знаний ученых. И он не знает или забыл о том, что Пророк Солосом сказал. Или же знает об этом, но не живет в соответствии с этим. О том, что Пророк Солосом сказал, тот, кто скажет своему брату о кафе, один из них таким становится. То есть на него вернется этот грех. Мы не имеем права называть людей такими подобными словами. Говорить о том, что такой-то неверующий, такой-то является приносим на уведение, такой-то заблудшим, это не является нашим правом. Этим занимаются только большие ученые шариатские судьи. И пророк Солосом сказал, достаточно человеку взять на душу грех, если он говорит обо всем, что он слышит. Люди в этом вопросе, то есть вынесение суждений человеку, что он неверующий, разделились на три группы. То есть две крайности и золотая середина. Первый тот, кто начинает обвинять всех подряд в неверии, обвинять в неверии целое общество, обвинять в неверии личности. И никто не спасается от него. Пророк Солосом сказал о том, что настоящий мусульманин это тот, от чьих рук и от чьего языка безопасны другие мусульмане. Другая же крайность людей. Тот, кто не считает неверующими даже тех, кого назвал неверующими Всевышний Аллах и его пророк. Даже сомневается в том, что неверующим является Иблис, что неверующим является Абу-Ляхаб, что неверующим является подобный. Если у нас пришел текст в Коране или в Сунне или же единогласные мусульмане в том, что какой-то человек является неверующим, то мы его тоже считаем неверующим без малейшего сомнения. Если доказано, что какой-то человек считает себя мусульманином, то мы не имеем права выводить его за рамки ислама до тех пор, пока не доведем до него довод и не отведем от него все сомнения. И мы этим не имеем права даже заниматься. Этим занимается, то есть приводит доводы и отводит сомнения только большие ученые и шариатские судьи. Из проявления хорошего ислама человеком оставлять то, что его не касается. И этот вопрос нас лично не касается. Как это меня касается? Меня касается то, что я должен утребовать знания. Остерегаться ширка самому мне должен. И предостерегать от ширка. Это то, чем меня обязал Аллах.